Приветствую вас, и вы знаете, ну, помочь вам мы, конечно, можем. Тогда, чтобы вам реально помочь, нужно куда больше информации, чем ту, что вы нам тут привели. Если вы говорите, что у вашего 15-летнего подростка есть вспышка агрессии, то это, к сожалению, довольно сложный и полимерный симптом. Это может быть следствием как внутреннего конфликта подростка в ответ на неблагоприятную обстановку вашей семьи. Это может быть как следствие воспитания подростка и результат неверной трансформации ценностей, которые вы ему привели. Это может быть и защитная реакция подростка в ответ на какую-либо угрозу, которую он видит. Это может быть и следствие отсутствия ответственности за свои поступки, как результат отсутствия мужчины в семье. И как следствие мужчинского образа поведения для ребенка. Ребенка, вы, правда, здесь не написали сколько... То есть вы не написали здесь полребенка, да, то есть мальчик или девочка, но тем не менее. Обсутствие вот модели, ну, скорее всего, мужского поведения, я так подозреваю, что это все-таки мужская модель поведения. Мальчик или все-таки, значит, может быть именно причиной этого. Далее. Жестокое отношение к другим людям это непонимание границ. Границ додволенного и, соответственно, нарушение моральных и этических ценностей. И чтобы помочь вам, вообще-то говоря, помогать надо не вам, а помогать надо подростку. Но помочь подростку можно только через вас. И поэтому, если мы говорим о помощи подростку через вас, то нужно сперва помочь вам. А чтобы помочь вам, нужно разобрать вашу семейную ситуацию, которая и привела к такому вот поведению у подростка. Понимаете, о чем идет речь. Вам же необходимо, исходя из всего этого, в корне изменить свое поведение по отношению к подростку и отношение к нему так-то. По-другому воспринимать то, что он делает и говорит. И только в этом случае может наблюдаться положительный результат в плане корректировки поведения подростка. То есть, это именно корректировка поведения. Это именно прививание чувства ответственности за свои действия. И это именно донесение до него, что кроме прав, есть еще и обязанности. Что готовы ли вы к этой работе или нет, это уже вам решать. Но думаю, что для подобного рода работы нужно будет выбрать эксперта и с ним подробно разбирать все ваши жизненные ситуации. И уже анализируя их, вырабатывать стратегию корректировки сперва вашего поведения, а потом и поведение вашего сына. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку в «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...